здравствуйте дорогие друзья мои подписчики и гости моего канала гостей канала приглашаю подписаться на мой канал по вашей колеса воли по вашему желанию я буду делать очень много раскладов во всяком случае я планирую это делать отношения любовь это тема основная моего канала также хочу сказать что все расклады и данный расклад который сейчас покажу рассчитан на широкую аудиторию и не привязан никакой конкретно паре поэтому не ставьте просто установки если вы ищете знаки судьбы либо у вас есть сомнения хотите их опровергнуть либо подтвердить вы можете войти в поле этого расклада и поучаствовать в этом раскладе со своей ситуации пожалуйста не возбраняется но пожалуйста не ставьте себе не ставьте себе пожалуйста установки ставьте себе только положительные установки если вы видите немножко негативный прогноз то это то что я достаю из колоды я конечно не подкладываю специальные карты вот как судьба нам покажет вот именно на этот показательный расклад повторяю показатель так мы будем смотреть если вам нужен конкретный расклад под видео есть мои контакты вы можете записаться на конкретный индивидуальный расклад с учетом именно вашей ситуации то что здесь вы увидите может не совпадать и так сейчас хочу показать расклад диагностика чувства партнера именно к вам дайте диагностика пробежим по пунктам я постаралась выбрать наиболее ключевые значения вашего партнера буду говорить вашего потому что я позиционирую транслируя это видео не говорится не в пустыню не в открытое пространство а кто-то конечно и сейчас это смотрит и так мы посмотрим насколько сильные чувства партнером что испытывает что хочет может быть что-то боится если вы какие-то препятствия почему потому что расклады могут быть тема одинаковая а ситуации всегда будут разные разные расклады разные позиции разные масти мы увидим в этом раскладе и так насколько сильны чувства партнера к вам это проявление знаете насколько сильные не случайно такое обозначение это проявление своего я в отношениях это нет такая и витиальности это позиция я в мире наших отношений что он чувствует это позиция будет указывать на направление на что направлен волевой импульс вашего партнера в отношениях насколько этот импульс силен в отношениях по этому импульсу насколько сильны чувства партнера они очень сильны на самом деле но я хочу еще предупредить хочу предупредить что он вас может ревновать может доставлять какие-то неудобства в плане того что настолько сильны что может даже обижать может говорить резкие слова потому что мы видим рыцарь мечей и рыцарь мечей соответственно резкий человек иногда может обижать может приходить может уходить этим самым он выражает свои чувства но чувства такие достаточно резкие вот такой человек вот в этом раскладе вижу вот так он их выражает он нервничает это нервозность некая в отношениях это собственно честь собственничество будем так говорить а вот и пульс импульс у него достаточно очень сильные в этих отношений он город готов биться за эти отношения насколько насколько это будет возможно искренне ли чувство партнера искренне чувство партнера это посмотрим возможность настоящей любви если она либо ее отсутствие на самом деле несмотря на его до колесо фортуны чувствую него к вам искренне и они знаете будем так говорить развиваются с каждым разом все больше и больше это знаете накал страстей накал такой страстей надвигается они идут в растущей прогрессии эти его чувства к вам и чувство и есть и они искренне и но также говорится том глядя по первой карте что человек достаточно такой нервозный в отношениях до беспокойные в отношениях это это то что по колесу фортуны чувства могут быть опять же разные с угасанием и пребывания вплоть до того что иногда будет вообще ничего не происходить может уходить в апатию либо в обиды в какие-то колесо фортуны это такая энергия неуправляемая и можно управлять но очень сложно очень вопрос также по чувствам колеса фортуны человек может понимать что его судьба давайте так будем говорить испытывает ли ваш партнер страсть по отношению к вам что такое страсть для мужчины это сексуальный такой темперамент сексуальные возможности такие воды который может на вас проявлять образ мужественности понимаете чем вопрос страсть чувствуете мужчины рядом с вами и нас к насколько направлены мужская энергия силы мужской энергии сила мужской энергии очень сильные страсти очень сильные опять мы с первой карты это начали вы видите вот насколько он темпераментный человек достаточно именно в этом раскладе я вижу именно в этом раскладе вплоть до того что даже может быть возникнуть беременность и даже может быть возникнуть рождение ребенка принципе он ничего не против детей он даже может просить ребенка желать ребенка говорить это открыто либо об этом думать также мы видим ребенка на карте здесь что получает партнер от вас и получать то без чего он не может обойтись это знаете некий косяк отношений у костяк отношений извините пожалуй костяк отношений это границы ваших отношений за которым и он самостоятельно выйти не может его это удерживает аркан смерти 13 аркан мы видим перед собой вы коренным образом изменили его жизнь в принципе хочу сказать что возможно вы последняя женщина жизни реинкарнация аркану смерти произошла у него были тяжелые возможно болезненные какие-то обстоятельства за спиной за ему было очень трудно принять данную партнершу свою жизнь но он это сделал и поэтому возможно он сейчас и нервничает поэтому да поэтому считает что вы его судьба 13 аркань смерть это реинкарнация вы как на самом деле может быть он этого не знает и вы этого не знаете но вы считаетесь последняя женщина в его жизни он уже достиг некой реинкарнации этих в своей жизни и пришел наконец к тому некая карта карма присутствует этих отношений и судьба привела его уже сюда найти . невозврата и он уже при всем желании не должен выйти с этих отношений хочет он это либо не хочет вот мы видим такую информацию это у нас четвертая позиция удовлетворяет ли ваши потребности вашего партнера о чем я говорю о чем я говорю что дает ему женщина что дает вам партнерша как женщина ведет себя как она воспринимает себя в роли может быть возлюбленной либо любовницы партнер это аркан влюбленных как чистая карта любви чистая карта любви двух человек любовь взаимная и он чувствует вашу любовь ответку он чувствует что вы отвечаете ему такими же чувствами такими же чувствами я не буду так об этой карте больше ничего другого честно говоря говорить потому что иногда она обозначает некий выбор некий выбор но рядом уже с арканом смерти это можно это последняя уже завершающая точка отношений в его жизни некое связующее звено то что он хотел он все получил отношениях как женщина вы его устраиваете во всех отношениях не буду перечислять эти качества я думаю что люди взрослые все понимают что мужчин устраивает женщина женщине некое такое связующее звено вы повязаны по жизни вместе это я просто говорю сейчас показательный расклад не ставьте установки себе бога ради насколько партнер доверяет вам давайте посмотрим чтобы не было уровень интеллекта его насколько доверяет умение выражать свои мысли и понимать понимает ли он вас до умеет ли с вами договориться давайте будем горит о некой такой политики в отношениях любовные политики туз чаш ну прекрасная карта сразу говорю он доверяет вам полностью однозначно понятно счету сейчас вообще считается высшее вдохновление в отношениях вы его восхищаете он вами очарован он вам доверяет и также туз нам показывает как подарок жизни чек наконец-то приобрел эту чашу чашу отношений были маленькие такие может быть его жизни отношения там тройки четверки пятерки чаш да а тут такая большая чаша туза мы ее видим до туз чаш это высшее знаете проявление такое что полное взаимопонимание он вас очень понимает и он вам доверяет на самом деле что на самом деле хочет партнер от отношений с вами что он хочет он хочет только чтобы любили только него он собственник однозначно понятно чтобы любили только его обращали внимание только на него холили леяли кормили целовали и гладили и любили соответственно вот он хочет к своей персоне такого повышенного внимания обязательно если помехи ваших отношений что и либо кто будет противостоять вашим отношениям с партнером может быть есть какие-то критические поворотные точки отношений либо человеческий какой-то фактор люди то что может разрушить эти отношения если такое я вижу аркан отшельника шан аркан отшельника это в принципе магическая карта и есть люди которые не хотят чтобы эта пара была вместе отшельник это некое разлучение отделение мужчины как говорится как отдельную единицу разбить отношения чтобы мужчина остался одиноким возможно есть проигрывается какие-то хвосты здесь надо разбираться индивидуально хвосты из прошлой жизни поэтому эти хвосты из прошлой жизни как правило иногда показывают что не доставайся ты никому не достался мне эти группы соперниц например и будь ты отшельником чтобы ты никогда вообще в жизни женился этот же ли есть такие доброжелатели я это вижу хотят сделать мужчину отшельником чтобы он вообще даже никаких женщин не смотрел есть кстати такой вид магии когда делают чтобы мужчина и никому не достался и у него было отворот просто отстуду отстуду просто ко всем женщин такое бывает принципе надо разбираться в этих отношениях с ними этих отношений в этом раскладе а если такая карта выходит уже на конкретную пару мы там разбираемся конечно же может ли партнер будущем сохранить чувство к вам что говорит за сохранение союза это может ли он сохранить чувство к вам да конечно да конечно я даже вижу создание семьи это десятка пентаклей создание семьи рождения детей тут не то что он сохранит а то что уже мы же видели 13 карту риндокарнации уже аркан смерти ну к чему она еще может привести конечно к созданию семьи рождения детей то что он и хотел вот мы здесь видим подсознательно бессознательно но рождение людей детей почему потому что знаете это по этой карте хочу сказать то что его сексуальная энергия которая к вам есть это не только как говорится пыл страсти какая-то там найти похоть будем так говорить это все в общем это также направлено и на рождение детей это есть в этом некий сакральный умысел однозначно понятно не буду долго об этом говорить то что тема такая достаточно развитая является ли партнер кармическим для вас давайте посмотрим какой истинный потенциал для ваших отношений будущем принципе то что он кармическими тоже видим то что кармическими это видим король кубков конечно это ваш мужчина король кубков это одна люб сразу говорю однолюб здесь тоже априори все понятно что суждено ну вот опять же мы видим что суждено семерка колесница семерка совет карты как вести себя с этим человеком что суждено во первых что суждено отношения будут продолжаться достаточно быстро может наступить развитие этих отношений даже может делать предложение руки и сердце намного раньше чем вы ожидаете это раз во вторых судьба даже мы тут видим колесницу колесницу колесо фортуны мы это уже видели два колеса до колеса они ускоряют и не дают как говорится уже этим отношением вернулся назад колесницы колеса фортуны всегда несут отношения только вперед только к лучшему это фартовой карты считается поэтому вот мы видим вот такой опять достаточно позитивный расклад нас вышел карты я никогда не подкладываю сразу говорю даже если я делаю какие-то расклады онлайн если у нее нет такой возможности моих доверить или выйти со мной в вайбер я делаю расклады ватсапе там я могу даже обычное так и делу когда делаю расклад я его быстренько раскладываю не входя в состояние этого расклада делаю фотографию и высылают этот расклад сразу зафиксированном виде уже моему доверителю для чего это делаю это для делаю для того что ни одна карта с расклада уже не сдвинется с места она не сдвинется чтобы не было какие-то подозрений что я могу какую-то хорошую карту еще подложить так не нужно делать почему потому что тем кто гадает кто занимается картами таро даже не обращаются люди которые за раскладами но они просто купили карты таро и пытаются что-то гадать до что-то смотреть на будущее знаете если вы будете лукавить если вы будете обманывать карты начнут вас обманывать и вы уже не найдете этой связи с потоком таро поток прервется существует такой поток поток это когда мы делаем символ для обозначения карт символе это когда тыкают пальчиком по картам да смотри какие картинки но сверху эти этого символе обозначения нужно должна появиться некая информация виде движущихся таких ярких картин движущихся персонажев это и есть поток который потом показывает развитие событий в этом но это в принципе уже как я хочу сказать мастерство не одна девушка спрашивала год я купил карты таро и гадай на себя на любимого может быть как мне пойти в школу таро поучиться я говорю вы знаете если вы хотите быть штучным специалистом и быть только индивидуальными только своим должны развиваться сама штучные специалистов которые индивидуал их видно сразу они чувствуются а те кто учились школах таро я ничего не имею против школ таро но там ломает общая индивидуальность это стадное чувство и поэтому собственно говоря кто хочет конечно можете обучаться но я всегда советую пускай это будет дольше но вы будете индивидуальный специалист это для тех кто просто сейчас смотрит кто хочет гадать на таро так что вот такой для вас расклад мои дорогие немножко увлеклась но потому что я знаю просто есть такие люди которые ведут расклады заодно и какие-то школы таро позиционирует свои курсы свои позиционирует даже когда если меня спрашивает может быть почему то можете научить его научить я могу очень научить могу смотреть карты символику различать как читать расклады но быть такой как я у вас уже не получится вы будете чистая индивидуал в своем то что будете видеть вы это будете видеть только вы больше никто это видеть не будет очень вопрос поэтому я просто говорю некоторые люди смотрят да например на какую-то карту видят что там лежит карты может быть думать и трактую что-то не то вот знаете я свой хлеб я мне зря и не даром поэтому то что вижу я это моя ассоциация и как правило правило еще раз говорил после моих раскладов у людей очень многих меняется жизнь в лучшую сторону вот такие для вас расклады мои дорогие вы можете в комментариях написать даже какой может быть расклад сделать на какую-то тему который расклад вам будет более интересен и более важен именно исходя из вашей ситуации я постараюсь ближайшее время конечно же сделать все всего доброго и дорогие с вами была века на до связи берегите своих любимых и все у вас будет хорошо самое главное верить это верьте в это любовь ваша возобновиться либо продолжится всего доброго